Как-то раз я увидел в море красивые зонтики и захотел рассмотреть их поближе, но рыбы меня остановили. Они сказали, что это медузы и подплывать к ним близко опасно. Так я и остался наблюдать в стороне, пока медузы не уплыли совсем. А теперь решил проверить, так ли они опасны, как говорят. Здравствуйте! Летом я была на море и там было много медуз. Родители сказали мне, что медузы бывают ядовитыми и в руки их лучше не брать. Так ли это? Здравствуй, Ксения! Медузы действительно бывают ядовитыми, но далеко не все они опасны для человека. Приходи к нам в океанариум и я тебе расскажу очень много интересного про медуз. Медузы получили свое название в честь зловещего персонажа древнегреческих мифов Медузы Гаргоны. У медузы Гаргоны вместо волос на голове были змеи. Их-то и вспомнили люди, увидев опасные щупальца медузы. Сама медуза обычно похожа на блюдечко с бахромой. Ее тело на 95% состоит из воды, а щупальцев у нее может быть целых 60. Скажите, а почему медузы похожи на зонтики? Ксения, медузы похожи и на зонтики, и на куполы, и даже на шарики, и на фонарики. Так им удобно. Дело в том, что когда они передвигаются в море и океан, там полно опасностей. И опасность может подобраться к медузе с любой стороны. И если она кушает, то тоже еда может оказаться с любой стороны. Вот так вот она всегда готова к встрече с неизвестностью. Плюс такая форма медузы позволяет ей удобно двигаться. Медузы двигаются по течению, а также путем сокращения мышц. Они выталкивают воду из-под купола и таким образом меняют направление. А где у медуз голова? Ну, если ты думаешь, что голову, которая там очень много думает, то у медузы головы нет. И мозга нет. Она вообще очень просто устроена. Она устроена примерно как такой мешок с подкладкой. У нее сверху кожа, а внутри поверхность – это вот рот и желудок. А внизу бы хромает, как щупальца. А чем медузы питаются? Водой? Питаются медузы планктоном, мелкорыбкой, ракообразными. Они могут цапнуть даже икру других рыбок. Они хищники. Причем как это они делают? Они парализуют свою жертву. У них же есть под куполом много-много ножек. Причем часть у них липкие. То есть они жертву свою как будто прилепляют к себе. Некоторые длинные путают, чтобы жертва не могла выбраться. А некоторые содержат такой как будто гарпунчик. Из этого гарпунчика выстреливает яд в жертву. И она, рыбка или там крабик, перестает двигаться. И тогда медуза хватает эту свою жертву и направляет в ротик. А как медузы дышат? Да, действительно, медуза очень удивительное животное. У нее нет легких, как у нас, и нет жаберных щелей, как у рыб. И дышат они очень интересным образом. У них такая тонкая-тонкая поверхность, что через нее кислород попадает прямо во все органы. То есть дышит она всем телом. А глаз у медуз тоже нет? А вот у некоторых медуз глазки есть. И даже целых 24. Они расположены снизу на куполе, да? И они видят темноту, свет, различают. А у такой медузы, как оса, у нее они даже на таких волосиках и глазки вращаются. А почему ваши медузы не прозрачные? А я тебе сказал, что их существует очень-очень много видов. Вот у нас сейчас в нашей экспозиции представлены такие. Там и бурые, да, и голубенькие, и желтенькие немножко медузы. Но огромное количество медуз существует в море-океане прозрачных. Ты права. А медузы живут в холодной воде или в теплой? Ксюшенька, за 650 миллионов лет медузы научили жить везде. Медуз можно встретить у берегов буквально Африки, а можно и в арктических водах. То есть они могут жить и в воде с температурой градусов 6 и где-то 28 градусов. А в реке медузы могут жить? Ну, долгое время ученые считали, что пресноводных медуз не существует. Ну, где-то в 1880 году таких обнаружили несколько медуз. Таких есть, они не очень большие и существуют. А на острове Эйл-Малк в Филиппинском море есть целое озеро медуз. Их там около двух миллионов. Причем они совершенно не опасны. А почему можно часто встретить большое скопление медуз около берега? Они выплывают погреться? Их туда приносит, как правило, шторм. Понятно. А вот у вас медузы маленькие. А какая медуза самая большая? В 1870 году попалась медуза. Знаешь, какой купол у нее был? Два метра двадцать восемь сантиметров. А щупальцы у нее были тридцать шесть с половиной метров. То есть, если эту медузу вот так вот развернуть, то в длину она была практически семьдесят пять метров. Представляешь, как стадион. То есть, это по существу самое длинное животное на планете. Поэтому ее занесли в книгу Регордова Гиннесса. Ну ничего себе! А это правда, что медузы бывают ядовитыми? Ксюшенька, почти все медузы вдоль иной степени ядовиты. Но часть из них для человека не опасна, а часть и опасна. Дело в том, что у них на кончиках некоторых щупальц есть такая буквально капсула, внутри которой полая нить, и она буквально такой спиралькой завязана, замотана. А из капсулы только один тоненький волосок торчит. И если какое-то животное к нему прикасается, вот этот волосок выстреливает, и через полость этого волоска в тело попадает яд. И животное может даже погибнуть. Опасны они даже для человека. А что необходимо сделать, когда человеку укусила медуза? Первое, что надо сделать, это обязательно его помочь выбраться на берег. Если человек может плыть сам, то очень хорошо. Если ему тяжело, то надо помочь ему выбраться на берег, уложить, и это место ожога обязательно вытереть насухо. То есть надо удалить все вот эти щупальца. Потом надо обязательно человека отвезти в тень, да, и отправить к врачу. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Ну, я тоже рад, что ты много теперь знаешь о медузах. Я тебя приглашаю к нам в гости. Да приходи почаще, и я тебе расскажу много чего интересного про разных-разных животных.